Книга «Открытым оком», том 17, вопрос 3155. Тема «Грех». Как так получается, что доброе намерение глубоковерующих людей потом искажается до неузнаваемости их последователями? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Эти слова мы можем отнести ко всем до единой книге Библии и ко всем до единого автора Библии. Столько разных сект, безумных ересей и все за основу берут полюбившийся им стих, как указ патриарха Тихона номер 362 о самоуправлении. Сегодня любой сумасброд объявляет автокефалию и независимость, беря за основу сей указ. Католицизм напрочь сгнил и Лютер решил возродить веру Христову, но уже его ученики развили его учения так, что сегодня их пасторы венчают гомосексуалистов и из них ставят пасторы и в кавычках епископы. И это все за пренебрежение канонами соборов, за пренебрежение церковного предания и творения святых отцов. Из словарей и энциклопедий узнаем многое о Лютере. Он говорил, если вся истина исходит от иерархии, говорил он, то какая польза из нужда в священном писании. Давайте сожжем его и удовольствуемся невежественными господами из Рима. Многие немецкие князья поддерживали Лютера, что позволило ему окончательно порвать с Римом. По приказу Курфюрста Фридриха Л., отлученного папой, тайно укрыли в Вартбургском замке, где он приступил к переводу Нового Завета и за несколько месяцев закончил его. Когда он снова появился на общественной арене, реформация уже охватила широкие массы в Германии и соседних странах. Она питалась не только недовольством римскими порядками, но и стремлением северо-европейских народов обрести культуру независимость от латинства. Протестантизм создал альтернативу католическую и привел к кровавому крестьянскому восстанию, которое Лютер, однако, резко осудил. Против своего желания Лютер положил начало многовековому расколу западного христианства, однако его дело имело и позитивные последствия. Сегодня с этим согласны даже католики. Несмотря на различия во мнениях, в отдельных вопросах, католические историки и богословы признают религиозную глубину и духовную силу молитв Лютера, подлинно христианские намерения его критики тогдашней церкви. Кардинал И. Хефнер, архиепископ Михаил Мудюгин, пишет в связи с этим, «Если сопоставить распущенность и падение, характерное для католицизма предреформационного периода, с равнительно благопристойным состоянием римской церкви в конце XVI века и в последующие века, то можно без преувеличения утверждать, что реформация явилась орудием обновления и укрепления той самой церкви, которую она отрицала и против которой ожесточенно боролась». Все это дает верующему христианину, в частности православному, основание для усмотрения действия промысла Божия в реформации, как и во всех исторических явлениях и процессах, где наряду с человеческими заблуждениями и страстями имеет место и непреоборимо действует воля Отца Небесного, направленная к тому, чтобы всякий верующий в Сына Его Единородного не погиб, но имел жизнь вечную. И. 3.16. Кавычки закрыты. Выступая против предания, Лютер как бы сам выражался, цитата, «стал на сторону Писания». Но он не мог отрицать предания заключенного в самой Библии. Он оставлял в стороне вопроса церкви как создательницы закон, канона. Однако фактически принимал предания, поскольку принимал Слово Божие, хотя в отличие от своих оппонентов ограничивал предания рамками Писания. В самой Библии Лютер различал Слово Внешнее и Слово Внутреннее. Внешнее слово – это слово, выраженное на человеческом языке и требующее психологического подхода. Для этого аспекта важны и исогогика, и грамматические исследования. Слово же «внутреннее» есть тайна Писания. Которое делает его глазом Божиим, обращенным к каждой отдельной душе. Оно пробуждает веру, приводит к познанию спасающей благодати. Это и есть боговдохновенность Писания, ставящая его под всеми творениями человеческого разума. Отказавшись от церковного авторитета в толковании Библии, Лютер провозгласил высшим критерием личный религиозный опыт отдельного человека. Исходя из этого критерия, он ввел понятие о различных степенях боговдохновленности. Так он не считал откровения апостольской книгой, цитата, пусть каждый писал, он думает об апокалипсисе, что хочет, что подсказывает ему его дух. Мой дух не может терпеть этой книги, кавычки закрыты. Он уважал и чтил послание Иакова, но отвергал его подлинность, опять-таки на основании его несоответствия своему духу. Наряду с этим субъективным критерием, Лютер признавал историко-литературный метод, отмечая, что автор послания к евреям говорит как ученик, который принял учение апостолов. Это цитата. Лютер делал вывод, что послание написано не апостолом Павлом, по его мнению, им был Аполлос. Черты второго поколения находит Лютер и послание Иуды. Тем не менее, Лютер не хотел абсолютизировать научных методов. Грамматика, писал он, не должна управлять делом, а сама должна ему служить. Кавычки закрыты. Огромное значение имел сделанный Лютером перевод священную описание на немецкий язык. В Адбурге он переводил Новый Завет. В Адбурге он переводил Новый Завет, а затем вместе со своими помощниками, в том числе Меланхтоном, 12 лет трудился над переводом Ветхого Завета. Полный текст вышел в 1534 году в типографии Г. Люфта. В отличие от прежних немецких переводчиков, Лютер отказался от вульгаты и переводил с оригинальных языков, древнееврейского и греческого, опираясь на критические исследования Эразма Ротендармского. Лютер был убежден, что писание должно быть доступно всем. Цитата. «Простая дочь Мельника», – писал он, – «ежели она верует, может его правильно понимать и толковать». Кавычки закрыты. Но для этого нужно донести смысл писания до народа. В послании о переводе 1530 года Лютер указывал на ценность живого народного языка. В качестве ориентира он принял один из саксонских диалектов, который с тех пор стал литературным общенемецким языком. Коллективная работа была исключительно напряженной. Кавычки открыты. «Над Иовом», – вспоминал Лютер, – «работали мы все, магист Филипп, Вурогаллус и я. И что же за четыре дня сумели оселить и два ли три стиха?» Читатель и не подозревает, какие пни и колоды лежали там, где он нынче шагает, словно по струганным доскам, и как мы потели и трепетали, убирая эти пни и колоды с его пути. Конец цитаты. Лютер строго выверял соответствие перевода с народной речью, чем, в частности, объяснялось то, что порой он за несколько недель находил лишь одно слово. Отказ от рабского следования оригиналу сделал перевод Лютера творческим и высокохудожественным. Он сразу же завоевал огромную аудиторию книгопечатаний и открыла Библии широкую дорогу. За 30 лет после первого издания вышло около 100 тысяч экземпляров, тираж для той эпохи непревзойденный. Следует отметить, что Лютер переводил и неканонические книги, однако в дальнейшем протестантские издания чаще всего выходили без них. И вот его ученик Кальвин позднее в своем предисловии к толкованию псалтире Кальвин, 1509-64 год, годы жизни, 55 лет, изображал этот поворот как подлинное обращение, ощутив призыв слова Господня. Он раз и навсегда выбрал свой путь, тогда, о Боже, писал Кальвин, я сделал то, что было моим долгом, и со страхом и слезами, проклиная свою прежнюю жизнь, направился по твоему пути. Конец цитаты. В гонении на протестантов вынудили Калина бежать в Швейцарию. Базилион горечи убедился, что протестантизм здесь свалился к религиозной анархии. Это побудило Калина взяться за свой глобальный труд христианская институция. 1536 год, который он впоследствии много раз переписывал. Понимая Слово Божие как абсолютный единственный закон, реформатор построил новую церковную систему, выведенную исключительно из двухописания. При этом он, естественно, принужден был сделать главный акцент на Ветхий Завет, поскольку в Новом Завете он не нашел разработанных правил для общественного устройства. В результате чего? В результате его церковно-политическая система приняла жесткую форму, аналогичную ветхозаветному законничеству. В 1536 году Каллин прибыл в Женеву, где ему удалось возглавить протестантское движение. Борьба Женевы против Са вои упрочила власть Калина и превратила его в неограниченного диктатора. До поликабинетный ученый, до толикабинетный ученый, он стал править сурово и непреклонно, сознавая себя в чем-то вроде библейского пророка, призванного пересоздать общество. Евангельский дух любви был оттеснен церковным режимом тоталитарного типа. Развлечения, искусство, свобода мысли жестоко подавлялись. Поцарилась всеобщая слежка и была установлена сложная система кар. Жертвами их пали многие вольнодумцы, в том числе сервет, который был сожжен на костре по инициативе Кальвина. Недовольство тирании стало скоро настолько сильным, что Кальну пришлось уехать в Страсбург в 1538 году. В 1541 году он вернулся и оставался на своем посту до конца дней. Еще далее уходит другой ученик Рютера Мюнцер Томас. Около 1490 года, день смерти, 27 мая 1525 года, 35 лет прожил. Немецкий революционер, идеолог народного течения, реформации. Один из главных вождей восставшего крестьянством и городского плебейства в крестьянской войне 1524-1526 годов в Германии. Принадлежал к образованнейшим людям в свое время и первоначально считал себя сторонником Маркина Лютера, но будучи с 1520 года проповедником в городе Свикау и выступая против францисканцев заодно с лютеранами, фактически вел эту борьбу с иных позиций. В развертывающихся с начала 20-х годов революционных событиях в Германии в успехах там реформации и в оживлении в это же время оппозиции движения в Чехии Мюнцер видел симптом начинающегося общемирового социально-политического переворота, направленного на установление Царства Божьего на земле как строя социальной справедливости. Такой переворот пропагандировался в то время членами ряда народных сект, особенно аннабаптистами. Посетив летом 1521 году Чехию, опубликовал там пражский манифест, в котором изложил основные положения своего революционного учения и понимания реформации. Призывал трудовой народ горно-рудных районов Чехии возродить революционные традиции таборитов. В 1523-1524 годах открыто порвал Слютером и со всем лагерем умеренно бюргерской реформации. Во время Крестовой войны и его ученики, особенно из аннабаптистов, хотя и немногочисленные, были вдохновителями наиболее решительных выступлений. Разъезжая по Средней и Юго-Западной Германии, повсюду распространял устно и в печатных памфлетах свои призывы к борьбе, которые привлекали массы крестьян и городской бедноты. 5 мая отряд Мюнцера потерпел в битве у города Франкенхаузен поражение от объединенных войск князем-князей. Мюнцер был взят в плен и после мучительных пыток казнен. Премудрый Соломон 2.21 Так они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила их. Матфея 18.7 Горе миру от соблазнов, ибо надо бы напреди соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Кавычки закрыты. Как мог лютер проглядеть, что церковь основана Христом, а не лютер свой разум ставил превыше разума Иеговым? Иезекииль 20.30 Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не скверняете ли вы себя, по примеру, отцов ваших, и не благодействуете ли вы вслед мерзостей их? Кавычки закрыты. Представь к обществу Дафана, как он думал оправдаться пред Богом, премудрость. Притчи 28.4 Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них, в кавычки закрыты, не имея законно рукоположных епископов, где бы он мог взять и пресвитеров. А значит и крещение, и причащение у лютеран, не по Евангелию. Иеремия 6.28 Все они упорные отступники, живут клеветою, это медь и железо, все они развратители. Исайя 29.9 Изумляйтесь и дивитесь, они ослепили других и сами ослепли, они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от стекеры. Если бы кто незнакомый спросил, чего же так явно тебе не хватает, подумал и, может, ни с чем отпустил, не давший ответа, и было то правдой. У Бога прошу ежедневно и ночью, чтоб воля была не моя, а Господня, так хочется, чтобы исполнилось срочно, не позже, как вечеру, только сегодня. Я все получил, даже сверху с присыпкой, что думал когда-то, надеялся чуть. Теперь даже вспомнить придется с улыбкой, как Бог исправлял в достижении путь. Друзей у меня, сыновей, дочерей, несчетно повсюду и за границей ворогов, как хлопок, натрясло и щелей. Мне многим придется, приходится с ними делиться. Ходатасть так много в моем арсенале. Звонили, просили, писали несчетно за них помолиться. Притом постоянно, что путь им расчищен, без долгих расчетов. Ихтили на битву, когда выступать, а может, молясь, за стеной отсидеться. Труды безуспешны, где нету Христа, о том познаю я до ныне из детства. Кому мне на помощь с утра поспешить, кто с явным отчаянием что-то сигналит. Стол дыма маячит в далеких вершин, известен ли гимн им пасхальный. Обманщик-епископ Кандилом грозит, анафемой вслед коммунист кровожадный. Сам Бог и Его их сон мы сразил, а злости в газетах в эфире визжали. За все благодарность, за все словословлю Иисуса, следящего нежно за мной. За Библию, вечное Божие слово всем лучшим, во мне оно стало виной. 29 мая 2006 года. Игнатий Тихонович Лапкин.